Мир, на который смотрит человек с запущенной формой глоукомы, выглядит примерно так. По статистике, 15% всех незрячих людей на земном шаре потеряли зрение вследствие этого заболевания. Несмотря на эти печальные данные, большая часть больных до сих пор обращаются за помощью на самой поздней стадии болезни. Что может предложить современная медицина людям с диагнозом глоукома? Как минимум три метода лечения. Какой из них окажется самым эффективным и безопасным, будем разбираться сегодня. В эфире программа «Медицинский квест». Мы начинаем. Глоукому называют молчаливой болезнью. В этом Марина Колдаева убедилась на собственном опыте. О том, что она может ослепнуть навсегда, женщина узнала только во время случайного визита к офтальмологу. Её заболевание протекало бессимптомно. При этом вы не ощущали какого-то тумана перед глазами? Может быть, утром видели лучше, а к вечеру как-то зрение изменялось? Нет, ничего не было. То есть вы повышение глазного давления никак, и даже по сегодняшний день, никак не ощущаете? Марине Колдаевой назначили медикаментозное лечение. Глазное давление удалось стабилизировать. Но через два года женщина поняла, что видеть стало хуже, и решила поменять терапию. Помочь ей вызвались три врача-офтальмолога. У каждого свой метод лечения глоукомы. Сужение поля зрения – это определённый признак прогрессирования глоукомы. Глоукомы, как вы понимаете, это заболевание ишемическое, которое, к сожалению, назад не отступает. То есть то, что пропало, то пропало, то уже не возвращается. Меня зовут Капаев Сергей Юрьевич. Я руковожу отделом в Институте микрохирургии глаза имени академика Святослава Фёдорова. В данном случае для нашей пациентки мы рекомендуем хирургическое лечение глоукомы в виде операции непроникающего типа на оба глаза, а в дальнейшем нейропротекторную терапию зрительного нерва. Далее осмотр проводит офтальмолог Ксения Чинёнова. Она выясняет, что глоукома – не единственная проблема пациентки. В 2016 году она перенесла операцию по удалению катаракты. Как после этого вы себя чувствовали? Лучше. Время улучшилось. И какое-то время я тоже ходила без очков. Меня зовут Чинёнова Ксения Владимировна. Я врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники доктора Куренкова. Я считаю, что нашей героине в данном случае подходит консервативный способ лечения и поддержания внутриглазного давления, поскольку хирургическое лечение в данной ситуации малоэффективно и мало перспективно. С Мариной Колдаевой беседует офтальмолог Татьяна Шилова. На осмотре она выясняет – к радикальным методам лечения пациентка относится с опасением. Если вам кто-то из наших специалистов предложит альтернативный метод лечения на сегодняшний день… Да, все равно вы будете категорически против хирургического лечения. Если вы не достигнете давления цели, я вам даю 100% гарантию, вы потеряете зрение. Меня зовут Шилова Татьяна Юрьевна. Я профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шиловой. Специализация нашей клиники – это лечение глоукомы. Я считаю, что нашей пациентке подойдет лазерный метод лечения как альтернатива хирургическому методу при неэффективности консервативной терапии. Итак, Марина Колдаева категорически против радикальных методик. Смогут ли врачи переубедить нашу героиню? Какое лечение она выберет – узнаем в конце программы. Уважаемые эксперты, до начала съемок нашей программы каждый из вас познакомился с Мариной Анатольевной. Вы провели необходимый осмотр и опрос пациентки. Сейчас она находится в нашей второй студии. Оттуда будет видеть, слышать и даже сможет комментировать все, что мы здесь будем обсуждать. Ну а мы с вами поделим нашу беседу на три части. В первой части каждый из вас сможет подробно рассказать о той методике, которую вы предлагаете сегодня. Во второй части я вас попрошу задать оставшиеся вопросы своим коллегам. Ну а в третьей части к нашей беседе присоединится иностранный специалист. Ну что ж, мы готовы пройти этот квест. Пожалуйста, занимайте свои места. Сергей Юрьевич, что вы можете сказать о нашей пациентке? Она вовремя обратилась к нам за помощью? Ну, судя по тому, как она ориентируется, надо дать ей должное, что она делает это мастерски. Но все-таки кое-что упущено. Поэтому, конечно, я думаю, что раньше надо было этот консилиум создать. Вы сегодня предлагаете ей хирургическую коррекцию. Объясните, пожалуйста, почему выбираете именно этот метод лечения в случае с Мариной Анатольевной? Квест начинает доктор медицинских наук Сергей Копаев. Он считает, что пациентке поможет только хирургическая операция. Окажутся ли его доводы убедительными? Наверное, не коррекцию, а хирургический метод борьбы с глоукомой. Почему именно этот метод? Дело в том, что на сегодняшний день медикаментозное лечение, то есть применение капель, оно достигло уровня снижения давления, но тем не менее в отсутствии капель уровень внутриглазного давления будет повышен. А мы знаем, что в течение дня есть периоды, когда внутриглазное давление повышается. Ну, например, ночью или в периоде между закапыванием капель. Поэтому вот эти вот колебания внутриглазного давления, к сожалению, приводят к прогрессивному снижению зрительных функций. Мы видим, что поле зрения у неё на сегодняшний день сузилось, и та стадия глоукомы, которая на сегодняшний день у неё в диагнозе, это третья далеко зашедшая стадия, даже не начальная, не развитая. Поэтому, конечно, в такой стадии я всё-таки сторонник проведения хирургического лечения непроникающего типа, потому что это щадящая процедура. Она не даёт резкого перепада внутриглазного давления с высоких цифр на низкие цифры, а постепенно снижает внутриглазное давление, осуществляет фильтрацию. И уже на этом фоне, под прикрытием данной операции, мы сможем провести уже лечение состояния зрительного нерва. Но, кажется, наша пациентка этому методу не доверяет. Я знаю несколько случаев от пациентов, у которых была либо частично ещё хуже потеря зрения, либо полная слепота после таких хирургических операций. А вы можете чуть-чуть подробнее описать тогда, из каких этапов будет состоять та операция, о которой вы говорите сегодня? Вскрывается слизистая оболочка глаза, выполняется клапан, выполняется иссечение глубоких слоёв склера и обнажается дренажная система глаза. Это так называемые шлемов канал, тробекула. И после того, как скрывается эта зона, мы добиваемся наружной фильтрации через внутреннюю мембрану роговицы, дисометовую мембрану. И так называемые, мы видим капельки росы. То есть это естественная фильтрация, которая идёт через эту мембрану. И затем всё укрывается, накладываются швы, и такой отток жидкости, он достаточно постепенный, он не даёт резких перепадов давления и успевает дренироваться в передней камере глаза. Я правильно понимаю, что после этой операции то зрение, которое было у Марины Анатольевны, не восстановится? Мы лишь остановим прогресс существующего заболевания, существующей третьей стадии. Вы правы, что хирургия глаукома в первую очередь направлена на нормализацию офтальматонуса, это первое. Второе, на более длительное сохранение тех функций, которые у неё есть на данный момент. И в ряде случаев можно предположить, что те волокна зрительного нерва, которые находятся в состоянии парабиоза, то есть они ещё не погибли окончательно, то они могут частично вернуть свои функции, и в дальнейшем, если будет компенсация внутриглазного давления, то может произойти и в дальнейшем расширение поля зрения. Большое спасибо, Ксения Владимировна. Как считаете вы, хирургическое лечение на данном этапе, на ваш взгляд, показано Марине Анатольевне? Второй участник ВЭСТа – Ксения Чинёнова. Она выступает за консервативное лечение и вряд ли поддержит хирурга. Если оценить данные по выпискам и по разговору и беседе с Мариной Анатольевной, с нашей пациенткой, можно судить о том, что гипотензивная терапия компенсирует уровень внутриглазного давления, то есть колебания достаточно низкие. Дело в том, что лечение глаукомы в основном направлено только лишь на стабилизацию основного фактора риска развития этого заболевания – это повышение внутриглазного давления. То есть фактически врачи-офтальмологи, хирурги, терапевты-офтальмологи или лазерные хирурги направлены все силы на то, чтобы стабилизировать внутриглазное давление любыми способами. Поэтому любые случаи являются частными. И в данном случае, в связи с тем, что поле зрения достаточно узкое, хирургическое вмешательство, как совершенно правильно заметил коллега, может привести к резкому снижению внутриглазного давления и довольно сильной ишемии и стрессу сохраненных и живых нервных волок и зрительного нерва. И в этой ситуации консервативное поддержание внутриглазного давления гипотензивными препаратами более латентное, более спокойное, более адекватное и более может контролироваться врачом-офтальмологом при приёмах, да, при визитах пациентки в учреждение медицинское. То есть ни сегодня, ни в дальнейшем хирургическое лечение, вы считаете, не показано? Пока компенсация внутриглазного давления на гипотензивных каплях есть, на мой взгляд, беспокоить глаз в данном случае не нужно. Что вы можете сказать тогда о современных препаратах, которые назначаются таким пациентом? Вот опять же, да, мы с коллегой затронули тем, ночью человек спит, он не может закапать себе капли. Сколько раз в день она должна будет их капать? Сколько раз в год приходить к врачу-офтальмологу, возможно, на коррекцию терапии? Абсолютно верно. Не просто так широко развивается консервативная компенсация внутриглазного давления различными фирмами и производителями всех стран, ведущих по офтальмологии, по развитию этой направления, этой науки. И капли усовершенствуются, капли комбинируются, капли улучшают свои свойства и пролонгированность. Поэтому на сегодняшний момент в арсенале офтальмолога выбор огромного количества не только монопрепаратов, но и комбинированных препаратов. И всё это возможно приобрести, и поэтому частота, кратность закапывания тоже уменьшается, в связи с тем, что в одном флаконе может содержаться несколько видов групп препаратов. Поэтому в данном случае варьировать гипотензивную терапию можно достаточно свободно пациенту. В отличие от ещё какое-то количество десятков лет назад, когда в арсенале офтальмолога было только два основных препарата. Назначенные антиглукомные капли, они остановят развитие болезни, но не вернут остроту зрения. Они поддерживают внутриглазное давление. Как уже совершенно правильно сказано, что внутриглазное давление – это основной фактор риска, его повышенные цифры для сохранения зрительного нерва. Поэтому в данном случае нормализация внутриглазного удаления даёт нам шанс стабилизировать и сохранить те функции периферического зрения, те зрительные волкны, которые живы, которые позволяют пациентке видеть и ориентироваться в пространстве. Но всё индивидуально. А что дальше делать? Зрение можно как-то вернуть? Ещё не научились. В данном случае, поскольку глукомы – это всё-таки нейродегенеративные заболевания, связанные с атрофией зрительного нерва, зрительный нерв является частью головного мозга. И в данном случае нейротрофическая терапия, как уже совершенно верно сказал мой коллега, она подкармливает, она питает волокна и зрительного нерва, и, в принципе, нервных оболочек головного мозга. И в данном случае эта терапия, опять же, поддерживает и достаточно часто и улучшает зрение пациентки при регулярных курсах. Ну и регулярных наблюдений. И регулярных наблюдений. Большое спасибо. Татьяна Юрьевна, ну, давайте для начала всё-таки о назначении терапевтического лечения поговорим. На ваш взгляд, правильно это решение для этой пациентки? К консилиуму присоединяется офтальмолог Татьяна Шилова. Кого из коллег она поддержит? И что скажет в защиту собственного метода? Надо учитывать много факторов. Вот в данном случае, вот то, что касается нашей пациентки, она молода. То есть у молодых такое заболевание протекает гораздо злокачественнее. Ведь надо обратить внимание, что пациентка обратилась 8 лет назад в клинику для лечения с первой стадии глоукомы. С первой. А на сегодняшний день, через 8 лет, она получила третью стадию глоукомы. То есть сказать, что цифры давления у неё, те, которые позволяют сохранить зрительный нерв, я, к сожалению, не могу. Я согласна больше с коллегой Сергеем Юрьевичем, который говорит о том, что хирургия глоукомы в данном случае была показана. Мало того, если мы диагностируем два заболевания, таких как глоукома с катарактой, то эффективнее назначать комбинированную хирургию. Хирургию, которая сочетает в себе фактор антиглоукомный и фактор замены хрусталика. Потому что в этом случае мы можем быть убеждены, что внутриглазное давление будет ниже и не будет повышения в послеоперационном периоде. Но это то, что касается цифр давления, да, в абсолютных цифрах. Это первый фактор. Второй фактор. Пациентка у нас близорукая. Для таких пациентов цифры давления должны быть ниже. И, возможно, те цифры 18-20, которые у неё отмечались в течение периода наблюдения, они не являются для неё нормальным давлением. Я категорически согласна с коллегой Сергеем Юрьевичем, который говорит, что внутриглазное давление очень зависит от времени суток. И, безусловно, в ночное время она теряет те крохи зрения, которые у неё остаются. Что предлагаете нашей пациентке вы? Если учитывать, что пациентка у нас является медработником, это первый фактор, и она боится хирургического лечения, хотя бояться не нужно на самом деле, есть такой способ воздействия на пути оттока, который заключается в очищении каналов, улучшении оттока, но при этом данное вмешательство не происходит в условиях операционной. Оно безопасно, то есть оно не таит в себе тех рисков, которые таит в себе классическая хирургия, потому что любое вреждение или нарушение покровов, слизистых оболочек уже предполагает какой-то процент осложнений хирургических. Мы говорим с вами сейчас о лазерном лечении или же коррекции? Мы говорим о лазерном лечении, потому что лазерная коррекция – это то, что делается здоровым людям, которые, скажем, носят очки. Есть разные типы лазеров, которые мы используем при лечении глаукомы, в том числе и терапевтические лазеры, которые тоже обладают неким нейропротективным и стимулирующим действием. Поэтому в данном случае, как альтернатива хирургии, которую пациентка боится, и альтернатива терапии, которая точно неэффективна, и если в дальнейшем она будет продолжать капать капли, то достижение 4-й стадии будет более стремительно. Я не только капаю капли, у меня полное медикаментозное лечение. Давайте тогда покажем, как проходит лазерное лечение таких пациентов. Мы видим сам принцип воздействия лазером на глаз пациента. То есть вот таким образом по стрелочкам у нас протекает внутриглазная жидкость. Из задней камеры глаза она перетекает в переднюю через зрачок. При определенных ситуациях в данном случае показан закрытоугольный тип глаукомы, у пациентки открытый угол, то есть другой тип глаукомы, но мы здесь можем увидеть, как выполняется лазерное вмешательство. То есть выполняется оно дистанционно, пациент сидит, он общается с доктором, и с помощью лазера мы воздействуем на определенные зоны, которые отвечают за отток. В данном случае это сделано отверстие в радужной оболочке, то, что мы выполняем при закрытоугольных формах глаукомы. Но воздействовать при открытом угле мы должны на угол передней камеры. И таким образом мы можем удалить пигмент или, ну скажем, провести пластику этого канала, по которому оттекает жидкость, и дать возможность как раз вот этому центральному коллектору работать более активно и более эффективно. Ну, к лазеру я отношусь более спокойно, чем к хирургическому методу. Если мы говорим об эффективности такого лечения в сравнении с хирургическим методом, мы можем сказать, что один метод эффективнее, чем другой? Ну, я бы сказала так. Лазерное воздействие мы можем использовать как первый этап лечения для тех пациентов, кто боится хирургии, для тех пациентов, у которых неэффективно консервативное лечение, и для тех пациентов, кто серьезно относится к своему заболеванию. То есть для тех, кто понимает, что лазер – это не панацея. И хирургии – это не панацея. Если мы выполнили эту лазерную процедуру, то, возможно, ее придется повторить. Или же… Спустя какое время? Иногда бывает, это проходит полгода, год. То есть это могут быть и небольшие сроки. Просто пациент должен знать, что он не должен уходить от офтальмолога. Он должен наблюдаться регулярно. Он не может сделать лазерную операцию и уйти навсегда. То есть это не единственный возможный метод, но он классный и хороший для тех… Вот для такой группы пациентов, в том числе для молодых пациентов, вот таких, как наша пациентка, и для пациентов с открытыми углами, как наша пациентка, вот для близоруких глаз. Большое спасибо. Ну что ж, сегодня мы предлагаем три метода лечения глоукомы 57-летней Марине Анатольевне. Какому из них она отдает предпочтение, вы можете видеть на своих экранах. Ну а впереди у нас второй раунд программы, в котором эксперты смогут задать дополнительные вопросы своим коллегам. Сохранить зрение и качество жизни пациента – основная цель любого офтальмологического лечения. Будь то хирургическое вмешательство, лазерное или терапевтическое лечение. Нашей пациентке, 57-летней Марине Колдаевой, подходят все три предложенных метода лечения. В финале программы мы пригласим ее в студию, чтобы узнать, на каком из них она остановилась. Ну а пока дополнительные вопросы вы подготовите для своих коллег, а я спрошу у Ксении Владимировны. Вы лазерный хирург, но тем не менее лазерное лечение вы Марине Анатольевне не предлагаете. Объясните, пожалуйста, почему. Интересный поворот. Лазерный хирург против лазерного лечения. Марине Анатольевне стоит задуматься. Дело в том, что, на мой взгляд, я думаю, что многие согласятся, и в частности, Татьяна Юрьевна об этом говорила, лазерное лечение глоукомы целесообразно проводить на первых стадиях глоукомы, когда глоукома впервые выявлена на ранних стадиях, когда достаточно широкие поля зрения, достаточно, в общем-то, молодой, как правило, пациент. И в данном случае это принесет эффект и снизит долглазное давление на какой-то срок. Можем здесь согласиться, Татьяна Юрьевна? Ну, как правило. На первых стадиях лазерного лечения. Ну, дело в том, что мы можем его выполнять на любой стадии, и оно будет эффективно на любой. Просто есть, возможно, хирургический метод, который был бы эффективен, но пациентка боится делать операцию. Поэтому что-то делать нужно, оставить её на каплях, на мой взгляд, это заставить человека потерять зрение. А насколько выражен эффект привыкания от современных антиглоукомных капель, да, если можно так сказать, и будет ли снижаться терапевтический эффект хороший? Всё зависит от группы препаратов. Действительно, есть препараты, к которым существует довольно быстрое привыкание. Это не все группы препаратов. В частности, есть группы лекарств, которым привыкание не происходит. Да, такие, как аналоги пастонгландинов считают, что они действуют достаточно долгое количество лет. Но дело в том, что хочу сразу ввести ремарочку, что любая хирургия лазерная или хирургия классическая, она тоже имеет определённый срок годности, срок эффективности, потому как в природе всегда закономерно происходит рубцевание тех разрезов, будь то лазерных или... При любой операции? Любой. Они всегда заживают. И это нормально, и с этим нельзя не соглашаться. И повторно делать операции. Поэтому хирургия – это тоже временный эффект. Поэтому говорить о том, что капли снижают свой эффект, а хирургии нет, тоже, ну, наверное, не очень правомочно. Хотя я сразу скажу, что я очень уважительно отношусь к лазерному лечению, и к хирургическому тоже бывают случаи, когда это необходимо. И только это. Большое спасибо. К кому из коллег у вас есть вопросы? Ну, вот мне хочется поговорить как раз о вопросах рубцевания довольно раннего к вам, Сергей Юрьевич. Потому что, как вы считаете, вот если стадия глоукомы уже более развита, считается ли, что рубцевание происходит быстрее фильтрационной подушки, да, и, соответственно, зоны фильтрации, или же нет? В чём связь? С возрастом ли, или с стадией глоукомы, или с особенностями глаза? Спасибо, но мне кажется, что этот вопрос, он связан в первую очередь с пациентом, потому что, как известно, мы шьём из материала заказчика, вот, и в данном случае пациенты, они не одинаковые. У одного пожилого человека меньше реактивность, и мы это знаем на примере хирургического лечения, там, допустим, катаракты, других заболеваний, вот, а в каком-то случае большая активность, поэтому рубцевание, оно достаточно индивидуально, хотя отчасти и зависит от качества выполнения хирургического вмешательства. Если глаз был к моменту хирургического вмешательства раздражённым, воспалённым, покрасневшим, то, конечно, рубцевание и воскулиризация будут обильными, усиленными, и долговечность этого вмешательства будет снижена. Вот у меня вопрос в связи с этим. Длительное терапевтическое лечение каплями может как-то повлиять на эффективность хирургического лечения? Ну, на мой взгляд, всё-таки наше лечение должно быть направлено на профилактику. Поэтому выполнять хирургическое вмешательство нужно тогда, когда есть чего спасать, когда мы имеем запас зрительных функций, когда пациенту есть чего терять. И вот здесь вопрос информации пациента о том, что при, допустим, медикаментозном лечении оно безболезненное, оно, так сказать, не нарушает работоспособности до тех пор, пока оно эффективно. Как только уже теряется эффективность этого лечения и уже доходит до далеко зашедшей стадии, там уже, к сожалению, многое становится упущенным. Спасибо. А как оценить эффективность терапевтического лечения, Ксения Владимировна? Стабилизация внутриглазного давления и стабилизация полей зрения, основного диагностического метода, который показывает нам о том, прогрессирует ли заболевание или нет. Только так. Достижение давления цели. Да, абсолютно верно. Ну, кроме того, есть у нас дополнительные методы диагностики, такие как томография зрительного нерва, флоометрия, исследование гемодинамики задних целярных артерий, которые позволяют нам оценить тот кровоток, который происходит в глазу, морфологию зрительного нерва и как раз те потери зрительного нерва. То есть если мы диагностируем ухудшение функций и анатомии зрительного нерва, значит, это неэффективное лечение. Но я хотела дополнить коллегу о том, что вот хирургический метод, о котором так замечательно Сергей Юрьевич рассказал, я его тоже очень люблю и использую очень активно. Его можно дополнить лазерным лечением. То есть в случае, если эта зона стала уплотняться, та, которую рассказывали, та зона, которая фильтрует, и такая зона как бы полупроницаемой мембраны, мы можем ее превратить с помощью лазера в проницаемую мембрану и выполнить так называемую лазерную процедуру, еще один тип лазерной процедуры, как десциметогониопунктура. То есть перевести непроникающую операцию в проникающую, но уже на закрытом глазу. И тогда риски, вот те, которых боится наша пациентка, они будут нивелированы, и мы получим довольно высокий, хороший, стойкий эффект. А потом можно заниматься нейропротекторной... Да, но сначала ее нужно в операционную завести, нашу пациентку, для того, чтобы она избавилась от рисков. Сергей Юрьевич, ваш вопрос, пожалуйста. Как вы считаете, надо ли было этой пациентке ранее предлагать хирургию, или вот такое вот введение на препаратах все-таки было обосновано все-таки для данной пациентки? Безусловно, если бы как ранее была проведена хирургия, я думаю, что сейчас не пришлось бы пациентке капать большое количество препаратов, потому что капель она капает много, несколько видов, несколько групп, и постоянно, двукратно, трехкратно, и без капель уже, к сожалению, ходиться уже не можем. И, естественно, пациентка вынуждена их капать постоянно, что, конечно, вызывает и определенные аллергические реакции, и дискомфорт субъективный, потому что большинство препаратов содержат консерванты, хоть и с этим тоже борются фармацевты, да, для производства менее консервантных препаратов. Но действительно, если бы какое-то количество лет назад на ранних стадиях была бы проведена хирургическая помощь пациенту, я думаю, что ситуация не так бы быстро развивалась. Я согласен с таким мнением. Да, большое спасибо. Татьяна Юрьевна, поговорить немножко хотелось о лазерном лечении, да. Как скоро? Вы говорите, что это не серьёзная операция. Как скоро пациент выписывается, если можно сказать, домой, да, и какова его дальнейшая жизнь после этого вмешательства? Да, эта процедура делается амбулаторно, под каплями, под местной анестезией. По времени занимает 10-15 минут. Пациент общается с доктором, закапываются анестезирующие капли, и на глаз ставится специальная линзочка, она прикасается к поверхности глаза, но она его не повреждает, и пациенту это абсолютно не... Ну, довольно комфортная процедура. Делается это не в стерильных условиях, а в условиях лазерной операционной, то есть в тёмной комнате. После этой процедуры пациент всё-таки первое время он продолжает закапывать капли, потому что... антиглоукомные, потому что, ну, конкретно в данном случае их довольно много, и режим крайне напряжённый, то есть три препарата, один из них комбинированный, второй монотерапия, но, тем не менее, три серьёзных препарата первой линии. И плюс добавляются на неделю нестероидные противовоспалительные капли, то есть лечение в послеоперационном периоде – это только капли, и поскольку оно выполняется амбулаторно, пациент фактически в этот же день может продолжать обычный образ жизни, то есть ему не надо менять ничего в своей, собственно говоря, жизненной активности, поэтому, в общем-то, это довольно комфортно. Мы... любой из ныне существующих методов, конечно, не даёт гарантии, что вот только этот метод будет самым эффективным. Безусловно, мы сочетаем то и другое. Возможно, удастся сократить количество капель, потому что мы не сказали о том, что каждые капли – это некий препарат, который имеет побочное действие, и он воздействует на организм в целом. Это небезопасно, то, что мы капаем в глаз, помимо того, что влияет на слизистую оболочку глаза, оно оказывает общее воздействие, и многие препараты просто противопоказаны в некоторых случаях. Кроме того, есть пациенты, которые не столь регулярно капают в силу, допустим, частых командировок, или просто забывают купить препарат. Это важность самого пациента. Тоже важно. Хорошо, вы сказали, что после лазерного лечения придётся закапывать какое-то время капли. После этого времени? Он продолжает наблюдаться у офтальмолога, безусловно. А капли продолжает он капать? Вот есть шанс, что уменьшится количество капель. В данном случае я не думаю, что мы полностью сможем избавиться от капель, и даже мы бы не рекомендовали полностью от них отказываться, потому что стадия глаукомы действительно далеко зашедшая. Но у нас есть возможность уменьшить зависимость от капель. И, возможно, пациентка, попробовав и поверив в успех лазерного воздействия, наконец-то придёт и согласится на вот такой непроникающий тип хирургии, который предложил Сергей Юрьевич. Такой подготовительный этап, да, Сергей Юрьевич? А нужен ли он, на Ваш взгляд, подготовительный этап к хирургическому вмешательству? Хирург Сергей Копаев не видит повода для компромисса. Он уверен, другие методы пациентки не помогут. Ну, для данной пациентки, мне кажется, что уже, учитывая её длительные процессы, длительные анамнез, наверное, уже не стоит отвлекаться и терять время на лазерные виды хирургии, которые, ну, в данном случае, они, конечно, щадящие, но они, наверное, будут малоэффективны. Поэтому, на мой взгляд, всё-таки хирургическое лечение здесь, наверное, уже идёт вдогонку. Его надо было сделать вчера, а не сегодня. И лазерное лечение надо было сделать позавчера, как первую стадию, как первый этап. Значит, как только пациенту выявили, пациенту с глаукомой, выявили повышение внутриглазного давления, и мы ещё не определились, что это. Это реакция на жаркий климат, это реакция на интенсивную работу, которая была, или, так сказать, на командировку, где он, так сказать, долгое время находился на ногах или не спал. Значит, мы определились, что это действительно, это не гипертензия кратковременная, а это повышение внутриглазного давления. Поставили диагноз глаукомы. Вот тут есть небольшой период времени, когда применение лекарственных препаратов, оно оправдано. Но в дальнейшем мы должны уже задумываться о том, чтобы пациент не привыкал к медикаментам на протяжении десятилетий. А для того, чтобы избавить его от этих препаратов, вы на сегодняшний день, наверное, ходите в аптеки и знаете, что эти препараты являются довольно дорогими для пенсионеров. Около там 800 тысяч рублей стоят препараты. Поэтому закапывать на протяжении десятков лет – это тоже достаточно большая обуза. Целесообразно, мне кажется, провести хирургическое лечение. И вот тут вот как раз начинать его, по-видимому, можно с лазерного лечения. Это селективный избирательного принципа действия лазерного луча на дренажную систему глаза. И эффективность на ранних этапах может быть достаточно длительной, по нескольку лет. И капли никто не отменял ни при каком лечении. Вот. А далее мы будем смотреть, как будут развиваться события. Если фактор, который провоцирует подъем внутриглазного давления, он будет ликвидирован, это может быть и прием лекарственных препаратов, гормональных средств и так далее, что способствует также повышению внутриглазного давления, то лазерное лечение может быть достаточным. А если нет, то тогда уже по восходящей выполнять другие хирургические вмешательства. Большое спасибо, Татьяна Юрьевна. Остались вопросы у вас? Ну, у меня вопрос к Ксении Владимировне. То есть у пациентки была выполнена фокомальсификация катаракты несколько лет назад, при этом хирургическое лечение глаукомы не было предложено. И для меня это кажется немножко неправильным последовательным хирургическим лечением, потому что хирургия глаукомы на самом деле для пациента практически не отличается от хирургии катаракты по длительности и по послеоперационному наблюдению. Не кажется ли вам, что нужен был другой порядок хирургии? То есть вначале хирургия глаукомы, компенсация давления, и тогда та замена хрусталика, она была бы эффективна, потому что позволила бы сохранить высокое зрение? Ну, судя по выпискам, которые пациентка предоставила, у неё имелась катаракта. Катаракта, которая снижала ей центральное зрение, которое закрывалось, собственно, мутным хрусталиком, то островковое зрение, которое у неё уже было. Я думаю, что принято решение было такое именно с целью улучшения оптических свойств глаза для улучшения качества жизни, а не лечения глаукомы в данном случае, поскольку, опять же, судя по выпискам, компенсация давления была вполне в пределах целевого по данным выписок. Поэтому лечение хирургической катаракты было направлено в первую очередь для компенсации остроты зрения. На ваш взгляд, это правильная тактика? Ну, скажу так, я уважительно отношусь к комбинированному лечению катаракты с глаукомой, но, опять же, нам всем известно, что достаточно рано снижается эффект вот этой комбинации дополнительного хирургического лечения глаукомы, и подушка зарастает сфильтрационно достаточно быстро. Стоило лазер добавить? Возможно, возможно. Большое спасибо, уважаемые эксперты. Ну, а буквально через несколько минут к нашему консилиуму присоединится врач-офтальмохирург из Испании. Все это время на связи с нашей студией был врач-офтальмохирург из Испании Елена Аронда. Доктор, здравствуйте. Большое спасибо, что вы с нами. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы эффективным при лечении глаукомы замену хрусталика? Итак, удаление катаракты оказывается полезным только в некоторых случаях глаукома, таких как закрытый угол и закрытоугольная глаукома. Это объясняется тем, что у этих пациентов действительно узкие углы, а угол глаза – это угол между роговицей и радужкой. Таким образом, если у пациентов узкий угол, давление может увеличиться. Так что, если мы удалим хрусталик, то мы увеличим, расширим угол и сможем понизить внутриглазное давление у пациентов с узкими углами. Какой метод лечения глаукомы вы чаще всего выбираете для своих пациентов и с чем это связано? Самый распространенный вид глаукомы – это открытоугольная глаукома. Существует много видов открытоугольной глаукомы, и во всех случаях мы всегда стараемся применять Deepest Krypton. Мы действительно предпочитаем этот способ лечения всем остальным, потому что это по-настоящему эффективный способ лечения снижения внутриглазного давления. Он схож с тробиколектомией, которая была золотым стандартом в прошлом, но с минимальными побочными эффектами и осложнениями. Поэтому мы предпочитаем, когда это возможно, этот способ лечения всем остальным в случаях с пациентами с открытоугольной глаукомой. Большое спасибо. Это было мнение нашего зарубежного коллеги, доктора из Испании. Мы не успели поговорить о замене хрусталика при глаукоме. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, как часто практикуете? Безусловно, хирургия хрусталика у больных с глаукомой является вариантом выбора, особенно когда это закрытоугольная глаукома, когда набухающий от времени хрусталик, он достаточно большой и толстый, закрывает дренажную систему глаза, тогда это патогенетически оправданное лечение. Но вслед за этим надо смотреть, как компенсировалось внутриглазное давление. На сегодняшний день удаление хрусталика производится методом факомульсификации, а применение ультразвука, в свою очередь, может вызывать как повышение внутриглазного давления в послеоперационном периоде, так и снижение его в отдалённом периоде, свыше одного месяца. Но если же внутриглазное давление при отмене всех препаратов по завершении лечения катаракты всё равно повышается, то здесь вторым этапом следует выполнить антиглукоматозную хирургию, и тогда уже эффективность будет достаточно длительной. Но мы не поговорили о рисках. О рисках хирургии, которые безусловно есть. Риски, они существуют, хирургические риски. Да, и в данном случае уже Сергеевич говорил о том, что когда на фоне хирургии снижается давление глазное достаточно резко, а это бывает крайне часто, и все хирурги согласятся, и в данном случае это может повлиять на состояние волоконозрительного нерва в худшую сторону. Поэтому я могу сказать, что лазерное лечение в данном случае было бы попыткой, наверное, повысить комплоентность пациентки, особенно если оно будет эффективно. То есть надо сказать, что спектр лазеров для лечения глаукома настолько велик, что если в клинике присутствуют все типы лазерного лечения, то пациент имеет высокий шанс получить то, что будет в его случае наиболее эффективным. Я думаю, что прямо сейчас настало то самое время, когда мы можем пригласить Марину Анатольевну в нашу студию и узнать, что же она выбрала. Марина Анатольевна, я вам помогу. Проходите к нам. Давайте я закрою дверку. Здесь аккуратненько. И можно вот сюда. Если у вас остались какие-то вопросы к нашим экспертам, сейчас вы можете их задать, пожалуйста. Нет, вопросов у меня нет, мне все понятно, все доступно. А можно я тогда вам задам один вопрос? Вот я смотрю, что у вас ноль баллов за хирургическое лечение. Почему? Все-таки страшно или непонятно до конца? Ну, в общем-то, и страшно. И есть примеры того, что после хирургического лечения человек ослеп. Вы знаете такого человека? Не ни одного. А с чем это могло быть связано, Сергей Юрьевич? Потому что страхи такие вот и мне тоже приходится слышать регулярно. Марина Анатольевна, к сожалению, к нам обращаются на ранних стадиях заболевания. И когда уже, если это в примере на наш бытовой уровень, когда уже дерево засохло, то поливать его бесполезно. Оно не оживет. Только лишь в том случае, когда только-только пожухли листики, когда только есть недостаток какой-то. Тогда можно восполнить это, полить, и дерево снова зацветет. Поэтому глаукома – это ишемическое заболевание глаза. И в том случае, если уже произошла декомпенсация зрительного нерва, то тогда уже остановить невозможно. Уже есть определенная инерция заболевания. И на последней стадии ухватить и остановить заболевание хирургии, к сожалению, мы достигнем снижения давления. Но зрительный нерв, к сожалению, уже атрофируется, и функции его теряются. Поэтому в данном случае я все-таки считаю, что хирургическое лечение на определенных стадиях глаукомного процесса, оно наиболее эффективное и позволяет все-таки спасти и сохранить зрение многим. И примеры этому тоже есть, и статистические примеры. Мы отслеживаем этих пациентов в послеоперационном периоде на протяжении длительного времени и видим стабилизацию глаукомного процесса. Ну что ж, в любом случае, мы сегодня остановились на терапевтическом лечении. Выбор всегда у нас за пациентом. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я благодарю вас, Марина Анатольевна, за то, что доехали до нас и рассказали нам о своей проблеме. Напоминаю, что с вами была программа «Медицинский квест». Увидимся! Медицинский квест пройден, но с выбором главной героини согласны не все эксперты. Я считаю, что героиня сделала, конечно, неправильный выбор, потому что она пользовалась консервативным методом лечения, он оказался неэффективен. И я думаю, что она, возможно, прибегнет к лазерному лечению, как первому шагу к дальнейшему хирургическому микроинвазивному лечению, потому что он тоже на самом деле безопасен. В опытных руках безопасны все методы лечения. С нашей медицинской офтальмологической точки зрения, она сделала неправильное решение. Нужно было все-таки выполнить радикальное хирургическое лечение на ранних стадиях заболевания. Поэтому, на мой взгляд, ей надо было все-таки выбрать, посмелее быть и выбрать хирургическое лечение. Продолжение следует...